В 2002 году, 24 сентября, в Саранске прошли учения пожарных. Неподготовленному человеку они скорее напоминали какое-то испытание людей на выживание. Судите сами, в неосвещенный бункер забегают сотрудники МЧС. Мало того, что там ничего не видно, так еще и все помещение в дыму. Это помещение называется теплодымокамера. Она предназначена для тренировки газодымозащитников, то есть пожарные, которые работают в непригодной для дыхания среде, в условиях, приближенных к реальным. В 2003 году в Мордовию приехала делегация из Тюрингии. Немецкие парламентарии встретились с местными депутатами, но разговор у них шел вовсе не о законотворческой деятельности. Зарубежные и местные народные избранники делились друг с другом болью. В Мордовии все зерновые культуры залило дождями, а в Германии все засохло. Именно поэтому урожайность в этом году не очень хорошая. В 2004 году в этот день наша съемочная группа побывала на уроке истории. Казалось бы, ничем не примечательное занятие, если не знать, что конкретно преподавали детям. А школьников учили тому, что музыкальные исполнители Илья Логутенко и Зимфира – это духовные лидеры современности. В это трудно поверить, но учебник истории в того времени содержал именно такую формулировку. Когда-то получается, что молодежь того времени, да и сейчас у меня, немного ненормальная. В 2005 году в Саранске проходили соревнования по конкуру. Около двух десятков участников из двух конно-спортивных клубов демонстрировали собственную подготовку и своих подопечных. Были красивые прыжки и досадные неудачи, когда препятствие не просто не преодолевалось, а в буквальном смысле разрушалось. Немножечко тяжело было, потому что у нас как бы расслабились мы, у нас тренировки немножечко расслабленные были. И что-то сегодня лошадки показали весь свой характер. Таким нам запомнилось 24 сентября разных лет. Евгений Волгов, Наши новости.